МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! Вы смотрите программу ГГУ Зегюнь-Гюнь Дан на телеканале ГРТ. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА 2 мая почетному гражданину ГГУ Зегюнь, обладателю высшей награды автономии Ордена ГГУ Зеги, основоположнику изобразительного искусства ГГУ Зегюнь Дмитрию Ивановичу Савастину, исполнилось бы 80 лет. Дмитрий Савастин участник многих республиканских, всесоюзных и международных выставок. Работы художника размещены в Третьяковской галерее в Москве, Канаде, Турции и в других странах. Сегодня у нас в гостях директор художественной школы города Камрад Сергей Дмитриевич Савастин и художница-преподавательница детской художественной школы города Камрад, а также член Союза художников ГГУ ЗАРТ Нина Пеева. Здравствуйте! Я рада приветствовать вас у нас в студии. И, наверное, первый вопрос Сергею Дмитриевичу я адресую вам. Расскажите, пожалуйста, о вкладе вашего отца в изобразительное искусство, в вклад в гагаузское творчество. Дмитрий Савастин – он уникальный художник. Он узнается по работам. Не обязательно прочитать фамилию на работе. Чем он так важен для гагаузов, в первую очередь, это то, что он показал образ гагаузов. Он показал самих гагаузов, рассказал о их жизни, частично воспевал баллады, легенды. Фольклор гагаузский показал. И он это объяснял тем, что у нас мало что было. То есть изобразительное искусство не развивалось, много чего не развивалось. Поэтому он все это прекрасно понимал и решил показывать через свои работы нашу жизнь, наших людей, нашу историю, нашу культуру. Поэтому его вклад очень высокий, особенно для гагаузов. Такие художники, как Савастин, не мне вообще-то хотелось бы это говорить, мне бы хотелось, чтобы об этом говорили другие люди, скажем, искусствоведы и люди, которые его знали. Но от себя могу сказать, это лично мое мнение, что Савастин внес существенный вклад в изобразительное искусство. И такие художники, как Савастин, например, и Влах, я к примеру говорю, вот их нужно сегодня не забывать, а продвигать и рассказывать больше о них. Потому что я смотрю, что это как-то стирается. Это как-то, к сожалению, но мы помним все их работы. Я, например, на данный момент собираю его работы, потому что многие работы я даже не видел, потому что у него было несколько этапов. Ранний этап – это советский, потом тот этап, в котором он жил здесь непосредственно, в последние годы жизни, например, до отъезда Турции. Ну и тот этап, который был в Турции, он все-таки там прожил 13 лет. Очень много там было персональных выставок его, и очень много, насколько я знаю точно, очень много приобретено работ его. Его работы как в государственных картинных галереях, то есть в музеях хранятся, так и в частных различных галереях. По сей день, я даже некоторые работы с Авостиной получаю, просто люди приходят и говорят, вот мы хотим принести работу вашего отца вам на хранение, скажем так. Поэтому есть люди, у которых я прошу, чтобы хотя бы фотографию, слайд иметь, для того, чтобы вот как был издан первый альбом его, он был издан в России, но исходило все из Гагаузии, поэтому первый альбом, скажем так, который издался у нас. И я считаю, что, как и уже ранее говорил, что таких альбомов могут поместиться три. У него очень много работы, я клоню к этому. Поэтому есть что показать, и поэтому Гагаузы должны гордиться такими людьми. Какими чертами характера обладал ваш? Дмитрий Савастин был душа компании, он был весельчак, но это на первый взгляд. Когда многие при разговоре думали, что вот, посмеялись и разошлись, и только когда уже он ушел, они начинали догонять, что он говорил очень серьезные вещи. То есть у него была своеобразная манера введения диалога, он старался не обижать, он старался... Кстати, мог, если это творческий человек, то он, если у тебя такое упадническое какое-то настроение, он воодушевлял так, что ты брал и работал, работал, писал картины, допустим. Поэтому он заряжал, он действительно был такой лидер, настоящий лидер, не только в компании, но и для всего народа Кагаузии. Поэтому его любили в народе, и память о нем осталась. Я знаю по отзывам людей разных, они говорят, что как не хватает его сегодня. Потому что он с многими людьми, которые общались, они начинали верить, что у нас все наладится, что у нас все будет хорошо. Дмитрий Иванович обладал такими качествами и, насколько я знаю, очень боролся за то, чтобы гагаузская автономия обрела свою независимость. Он боролся за самобытность гагаузской культуры. Я считаю, что он основоположный к гагаузу Халхы. Хотя сегодня пишут иначе, хотят все переписать или стереть. Это видно. Но это не получится, потому что мы должны отражать истину. Кто есть кто, кто что сделал, тот и должен получить все по заслугам. Савастин в свое время, в то время, был как раз в зените славы. То есть его все знали, его уважали. Он был членом Союза СССР. Его приглашали в Москву. Кстати, ему была предложена мастерская в центре Москвы, от которой он отказался. Почему? Потому что он считал, что здесь его место, здесь он важнее, здесь он нужнее. И поэтому, не знаю, была ли это ошибка или нет, но, на мой взгляд, была ошибка в чем? Потому что у нас люди воспринимали бы по-другому. Вот если он художник, и имеет мастерскую аж в Москве, вот за счет того, что у него мастерская в Москве, его бы рейтинг сразу бы вырос бы. А то, что он патриот своего народа, кстати, он очень сильно любил свой народ, это действительно был патриот с большой буквы. И вот это оценить то же самое, вот как в свое время были у нас примеры и Маруневич. У нас много людей, но я считаю, что значимость Савастина не меньше, чем у Кендигелян, Топал и другие. Поэтому я его считаю даже где-то выше. Но дело не в этом даже принципиальности, кто там выше. Я просто хочу сказать, что он очень достойный человек, который его, к сожалению, забывает. Но я вижу, что причина не чья-то там, кто-то там помешал, допустим, с Кишинева, допустим, мешать. Нет, мы здесь должны сами разобраться, потому что мы здесь должны создать автономию, которая должна иметь своих героев, на кого можно было бы поучиться, равняться, брать пример. Вот как наши дети брали пример с него, например, и он им наглядно показывал, чего он добивался, как он, что он хотел этим показать в своей работе. Объясняя это, дети видели любовь к своему народу. То есть это был живой пример, поэтому его и любили, потому что дети видят искренность, их не обманешь. Поэтому много здесь объяснимо. Нина Федоровна, хочу адресовать следующий вопрос вам. Вы ученица, да? Можно так сказать, ученица Дмитрия Ивановича Савастина, вы преподаете в школе, в которой носит его имя. Можете ли вы вспомнить вашу первую встречу? И что бы вы сказали, что бы отметили о нем? Дмитрий Иванович, я вообще благодарна Богу, благодарна судьбе, что у меня вообще такой был учитель, такой учитель, как Дмитрий Иванович. Потому что для меня он потом в последующие годы стал, наверное, не только учителем, моим другом, потому что очень тянуло, хотелось общаться с таким человеком. Но а мои первые встречи, моя первая встреча была для меня, она какая-то символическая, потому что первый раз Дмитрия Ивановича я увидела, когда сама была еще ребенком, я, наверное, училась где-то в первом, в втором классе, в школы. У Дмитрия Ивановича мастерская была в школе, где я училась. Я училась в седьмой школе. И удивительно, потом, после, много лет спустя, я стала вспоминать об этой встрече. Мы с детьми бегали посмотреть, что там рисует этот художник, у которого там мастерская. Он был очень молодым в то время. Сережа совсем тогда был совсем ребенком, наверное, потому что уже чуть, когда я стала старше, это уже была вторая встреча, но я говорю, сейчас скажу, о первой встрече, когда мы прибежали детьми к нему посмотреть эти работы, они у меня настолько запечатлелись в памяти. Вот я тогда, наверное, только-только мечтала рисовать, я смотрела на эти рисунки, работы, и для меня все это было такое таинственное, мистическое. А он еще смотрел на нас немножечко, как, он говорит, о, гагаузочки зашли, и мне говорил, а я была светленькая, он говорил, вот ты болгарка, наверное, а моя подруга была как раз болгаркой в национальности, она была темненькая, он говорит, а вот это гагаузочка, вот эту я буду писать, картину с нее напишу. А мне даже немножко даже стало обидно, почему вот он ее будет писать, а меня нет, да, типа, и я хотела сказать, вот такая была встреча невинная, знаете, он еще меня не знал, естественно, я ребенок была, но потом, когда я чуть стала старше, Дмитрий Иванович, естественно, у него уже были другие мастерские, но у меня запечатлелась память, что вот есть такой художник, да, и когда я хотела учиться рисовать, мой отец видел, что негде, художественной школы не было у нас в Камраде, а я росла, уже мне было 13 лет, и он, знаете, тоже спасибо моему отцу, он просто меня взял, посадил автомобиль свой и привез домой к Дмитрию Ивановичу, просто сказал, вот у меня есть дочь, она рисует, посмотрите ее работу, а у меня работы все были невинные, знаете, дети любят срисовать, он посмотрел, полистал, работал и говорит, все, мы это уже рисовать не будем, если будешь у меня учиться, вот кувшин, вот с этого момента будем рисовать вот это, и пока оно не зазвенит, как типа такое, тогда ты будешь считаться, да, ну, тогда ты будешь считать, что ты умеешь рисовать. Я хотела сказать, что Сережа тогда был, ну, если бы я была в седьмом классе, я в сережном классе, наверное, в четвертом, третьем был, ну, тоже, я вот видела на малышей, его детей, и я приходила к нему, знаете, домой заниматься, он ставил постановку, и мы вот так вот рисовали, я сегодня так, сама занимаюсь с детьми некоторыми, частные уроки у меня тоже есть, ко мне приходят дети, я точно так же с ними работаю, но, я к чему хочу сказать, наверное, вот Дмитрий Иванович тогда мне дал первые уроки даже педагогики, потому что, я у него не только там рисовала, мы обеседовали на разные темы, он тогда меня, вы знаете, как будто программировал меня на будущее, он говорил, ты будешь гагаузской художницей, я вообще, у меня очень надо было комплексов каких-то, я постоянно стеснялась своей внешности, своих знаний, я видела, что учителя чувствовали, что я что-то умею, или потенциал какой-то, но Дмитрий Иванович его как будто разбудил во мне, вы знаете, вот он сумел зарядить во мне вот такое вот упорство и желание научиться рисовать, и я вот приходила регулярно и училась, но, к сожалению, тогда очень трудно было поступить в художественное училище, очень большой был конкурс, и Дмитрий Иванович тоже очень сильно хотел помочь, знаете, как тогда, надо было договориться где-то, потому что я знаю, теперь спустя много лет, я уже даже знаю, как поступали наши сегодняшние художники тогда в эти художественные училища, но тогда было сложно, и Дмитрий Иванович говорил, ты должна научиться хорошо рисовать, вот рисунок, композиция, там живопись, они были, конечно, вот благодаря ему я могу сказать, что вот я стала преподавателем, но еще один момент, я, наверное, сейчас слишком много буду говорить. Нет, это очень интересно, Нина Козловна. Просто я хочу о чем сказать, о том, что я видела, вот я росла, я уже училась в педагогическом институте, во мне я набиралась опыта еще как преподаватель, потому что мы многое узнавали, я стала ценить Дмитрия Ивановича именно вот это вот умение быть преподавателем, другом. Знаете, его дети настолько любили, они постоянно вокруг, они его хотели потрогать, знаете, он для них был не просто преподавателем, а человеком, которому можно доверять, что-то рассказывать. Они, знаете, вот первые, скажем, вот эти вот, как занятия в художественной школе, я тоже, я только-только начинала работать, и глядя на то, как Дмитрий Иванович вот работает, я принимала у него вот эти его, как вы понимаете, отношения с детьми, его методику, и могу даже сказать, что по-настоящему рисовать даже научилась, наверное, тогда, когда сама начала учить рисовать детей. И Дмитрий Иванович еще, что интересным было, даже во время студенческих лет, вот я приезжала домой, я знала, что нельзя не зайти к Дмитрию Ивановичу в мастерскую. У него в мастерской собиралась, вы знаете, я сейчас просто хочу только о хорошем говорить, потому что, наверное, были какие-то отрицательные моменты, но именно у него в мастерской я вот встречала интересных людей, там были писатели, поэты, композиторы, люди, связанные в культуре, еще в какой-то другой сфере. Он умел вокруг себя собрать очень людей, которые, знаете, тонко чувствуют, ну как, жизнь, какую-то ее на другом уровне, именно на духовном немножко уровне. Ну, что еще могу сказать? Я всегда Дмитрий Ивановича видела, знаете, я немножко волнуюсь, ребенка. Вы знаете, у него вот душа была ребенка. И когда уже много лет спустя опять, когда художники начали, ну, были уже такие распри, ссоры, недопонимания, потому что я даже не могла понять, говорю, как вы не можете понять, вы все его ученики? Вот все, кто потом стали художниками тоже, известными, потому что вот при составлении вот этой палитры, когда мы занимались, я каждый раз, когда работала над, собирала информацию художника, видела, что он соприкоснулся с Дмитрием Ивановичем, или он его ученик, или он общался с ним, и этот Дмитрий Иванович смог его побудить, стать вот художником. И даже меня удивляло. Говорю, вы все родились, можно сказать, из этого человека, да, и его не уважать, или даже, если даже у него были какие-то, может быть, недостатки, они у нас у всех есть, можно было их просто прощать ему, потому что в нем, вы знаете, вот я просто начитала уже много всякой литературы, вы знаете, вот мне нравится Антуана Сент-Экзопери, это произведение «Маленький принц», да, вот когда человек, который в себе не убил ребенка, он счастливый человек, да, и он всем приносит счастье, с кем общается. И Дмитрию Ивановичу нельзя было увидеть и не улыбнуться, да, или он сразу своим внешностью мотивировал и поднимал настроение. А то, что он любил свой народ, это неудивительно, потому что, мне тоже вот Сергей Матвеевич правильно говорит, в то время очень легко было подняться и исчезнуть, да, вот уехать в другую страну и там продолжать свою деятельность, потому что, знаете, вот из маленького народа очень быстро люди, как они становятся интересными для других народов, да, и где-то могут, ну, как уже работа, да, проявить. А Дмитрий Иванович наоборот сумел вернуться, ну, как вернуться, я думаю, захотел просто остаться и здесь вот развивать, и, ну, как, даже не только развивать, они на свои, вы знаете, вот, мне кажется, говорить могут многие, а Дмитрий Иванович именно своим жизненным примером, своей жизнью показал вот этот вот патриотизм, как надо вообще вот жить, если ты любишь, скажем, свой народ. Еще хотел сказать одну вещь, что Дмитрий Иванович мог привить любовь к народу даже. Вы знаете, я вот росла в семье, где мы говорили на русском языке, мало говорили на гагаузском, и мне всегда хотелось узнать больше, и опять же, тоже благодаря Дмитрию Ивановичу, его окружению, я всегда чувствовала, что во мне вот где-то должно проявиться, знаете, вот эта вот наша национальность гагаузского, она где-то пряталась, и стихи, вот было время мне захотелось писать стихи, я их писала на русском языке, да, и все мое творчество было немножко не национализировано, оно же должно было где-то проявиться, а вот Дмитрий Иванович мог вот это вот вытащить из нас. Вы знаете, только много лет спустя, именно работая вот над вот этим книгой, вот этой гагаузской палитры, я чувствовала, как во мне это пробуждается, потому что опять, как бы окунулась в это детство, в юность, работая над вот этими, в смысле, судьбами художников. Это проект «Гагаузская палитра», нужно отметить для наших телезрителей, чьи работы были включены в этот проект? В этом проекте, вы знаете, в этом проекте сначала, изначально хотели сделать такой проект, собрать художников, имена художников, которые выставлялись, очень много выставлялись в галереях, в наших выставочных таких вот залах, которые были в Камрате, но потом мы собрались несколько, знаете, таких творческих людей, среди них был Чеботарь, Петр, художники все остальные, мы советовали со всеми художниками, некоторые были, ну как, хотели, чтобы там были только корифеи, наши основные, но вот Чеботарь особенно, вот почему-то он говорит, а ты знаешь, я знаю многих художников, которые живут в Кишиневе, тоже гагаузы, тоже работали, а почему бы их тоже, вот не показать, скажем, гагаузскому народу, что такие тоже есть, и мы немножко, знаете, зацепились за это, и когда стали расширять, знаете, объем этого и палитры, оказалось, что у нас столько творческих, интересных людей в Камрате, и мы решили разделить, знаете, палитру на две части, первая часть была из вот этих вот основных художников, где у истоков стоял именно Дмитрий Иванович, потому что из него все начало, Дмитрий Иванович, Карачибан, там мы узнали о Карачибане, очень про Карачибана мало кто знал, в то время, что из обывателей, что он еще и скульптор, и художник, и кинорежиссер, и портер, очень много всего у него было, а благодаря вот этой работе мы стали очень многое узнавать, поэтому там, я могу сказать, что там произведение, сегодня 65, по-моему, авторов, но среди них очень много, конечно, есть молодые художники, есть художники-непрофессионалы, но то, что там профессиональные художники, они все там есть, Дмитрий Иванович, Яйогова, Фазлы, Сергей Дмитриевич, Карачибан, Анасий, а дальше уже другие художники, самые главные художники, ну, как не главные, а основные вот эти, Копча, которых уже нет с нами давно, тоже, ну, вы полистаете, журналов, их там очень много, но хотела сказать о том, что сегодня, после того, как уже эта книга издалась, уже столько появилось, еще много интересных людей, сегодня так быстро растет эта среда художественная, что если бы сегодня эту книгу мы бы захотели переиздать, там появилось бы еще, наверное, человек 20 или 30 появилось бы, я даже, потому что уже наши ученики, Сергей Дмитриевич, которые сегодня занимаются творчеством, они тоже достойны внимания нашего народа, я так думаю. Сергей Дмитриевич, вчера, готовясь к нашему интервью, я заметила такую вещь, что информации о Дмитрии Ивановиче очень мало, прям совсем мало, да и даты его рождения разнятся, где-то я находила с 41-го года дату, где-то с 42-го года, почему информации мало и почему есть такая легкая путаница? Если просто набрать Дмитрий Савастин в гугле, допустим, вы сразу найдете «Скифия», это издание книга Дмитрия Савастин-Гагаузского художника, и в электронном виде вы можете просмотреть всю книгу, там все описывается достаточно хорошо, когда родился, где родился, в какой семье, поэтому, даты, которые там, путаницы нету никакой, это очевидно, что 2 мая 42-го года Дмитрий Иванович Савастин родился в Луко-Нештеке, и то, что у него со временем потом получилось, что он 41-го года, это уже связано было с потерей паспорта, и именно поэтому отец не придавал большого значения принципиальности, то, что таким образом как-то получилось, что он 41-го года, и не 2-го мая, скажем, 6-го июня он родился, то есть 2 дня рождения, это уже чисто те бюрократические вещи, о которых не хочется особо останавливаться в этом, больше хотелось бы сказать о самом Савастинебе, где он родился, какая у него была тяжелая жизнь, очень много лет, лет 5 он лежал в гипсе, у него очень было сложное детство, я даже ему задал вопрос, отец был почти 2 метра в рост, вот этой информации как раз-таки нигде нет, поэтому я и спрашиваю, хочу, чтобы вам рассказали, все есть, вся эта информация есть, более того, есть его рукописи, где он любил писать о себе, любил писать о том, а может он готовил книгу на будущее, вот, поэтому все есть, и он сам рассказывал, если внимательно открыть архивы вашей компании, там он рассказывал, я сам лично просматривал эти все выступления его, и я ему задал вопрос, а если бы ты был 2 метра, ты был бы красивый, больше тебе бы женского пола внимания, стал бы ты художником, он говорит, он так подумал, подумал, он говорит, нет, это его слова, почему, потому что человек, когда он был в таких, ну, завязанный был, ему хотелось, и когда уже руки ему освободили, он начал что-то там изображать, сначала углем, где-то там на асфальте, на земле, просто, или, ну, потом ему это как-то все, и потом случайно у него был какой-то разговор, я помню, что он узнает о том, что есть, оказывается, такая профессия, художник, вот этим как-то с детства заинтересовался, и уже с детства уже решил, что я буду только художником, и все, а насчет Нина Федоровна, что рассказывает, первый рисунок вот как раз в седьмой школе, мой был, и отец тогда мне сказал, говорит, у тебя, смотри, как получилось, а потом я уже помню, как тебя привели к нам, я удивился, что тоже вот возвращаясь, отец узнал, что есть такая профессия, я удивился, что, что ее учат, там шар поставили, она что-то там рисует, и мне было тоже интересно, вот с детства, то, что в мастерской, потом уже, заходя к отцу, и ты видишь, как он работает, как он хранил свои работы, бережно относился к своему труду, он учил, смотри, работы на расстоянии, и, ну, в общем, насчет вот этой творческой кухни, это нужно даже целую отдельную передачу построить, я так думаю, что, очень много всего рассказывать есть о Савостине, мы много путешествовали, с ним ходили, очень много всего юмористических рассказов, мне отец говорит, ты записывай, потом это все, это же целая книга можно издать, потому что там есть фольклор, там есть много интересного, вот этого всего, ну, что еще сказать, о маме, допустим, о маме, баба Вера, ну, для меня бабушка Вера, она была интересный человек, такой, я ее помню, она за мной следила, всегда говорила, Сережа, вот так мне, Лешка, будешь куриную ножку? Я говорю, нет, не буду, она говорит, чего, ты же мужчина, ты должен кушать, но она вообще была интересная, и она всегда мечтала, чтобы отец был звеневым, и уже договорилась, что он будет звеневой, это большая, почетная профессия. Своим позитивным характером он был похож на свою маму. А когда по центральному телевидению она увидела, что его показывают рядом с секретарем ЦК, там, ну, района, и она так удивилась, говорит, как ты рядом с ним стоишь, потому что у нас, у гагаузов, было понятие такое, он большой начальник, чуть ли не Бог, а тут ты рядом с Богом стоишь. Сергей Леонидович. У них такое было, он очень добрый. Наш народ был не такой образованный, но он был чистый, вот как это слова отца, чистый, открытый, искренний. Вот даже когда она приехала в художественное училище, когда отец поступил в Кишиневе, на вокзале, только автобус остановился, она вышла и сразу спрашивает, первых папашек, Нян Домитика. Она думала, что Кишинев, ну, конечно, это одно и то же. И там уже люди догадались, они уже позвонили в художественное училище, и они встретились. Нина Федоровна, Сергей Дмитриевич, к сожалению, наше эфирное время подошло к концу, я надеюсь, это не последняя программа, а Дмитрия Ивановича во стене. И сегодняшний выпуск я хочу закончить такими словами. Я нашла слова, в своем последнем интервью на нашем телеканале ГРТ Дмитрий Савастин обратился к молодежи, призывая ее всегда любить себя и свою нацию. И хочу процитировать его слова. Дорогие ребята, научитесь любить себя, свой народ и нацию, родину, природу и землю. Изучайте наследие своих предков, традиции и культуру. Активно занимайтесь просветительской деятельностью, сказал тогда художник. И я хочу, чтобы эти слова были своего рода девизом для нашего гагаузского народа. Вы смотрели программу Гагаузии, Гюнь-Гюнда на телеканале ГРТ. До встречи. Оставайтесь с нами. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова